Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час, и это краткий обзор на сегодня, пятница, 27 января. Но прежде чем я перейду к нему, хочу сказать, что несколько пользователей написали мне в личной переписке, что хотели бы увидеть для начала, вот когда я начинаю свои обзоры, посмотреть не уровни текущего дня, а начинать обзоры с уровней предыдущего дня, как они отработали, а потом уже давать новые уровни на текущий день. Поэтому я начинаю с уровней, которые были вчера, скажем так, 26 января. Вот на экране у нас евро-доллар, вот посмотрите, что было показано вчера и как оно отработало. Я даже не буду комментировать, я думаю, вы сами все видите, я просто потихонечку буду переключать, чтобы вы могли сами посмотреть. Значит, ну вот, видите, был пробой, закрепление, как бы вот тут вот выше не прошли, не закрепились, откатили, как предполагалось, что мы можем откатить к разворотной линии недели. Вот сегодня, а здесь граница месячного диапазона. Я показывала, что выше находится вот еще одна. Ну а что будет сегодня, я буду говорить дальше. Вот как отработал фунт-доллар. Вот посмотрите, все, что я вам показывала вчера, отдавала, вот оно на экране. Доллар-франк, вот оно на экране, доллар-франк, как отработал вчера. И доллар-франк, вот такие вот картинки после закрытия сессии. Ну что ж, продолжаем обзор на сегодня. Значит, на экране опять-таки евро-доллар. И вот что нам показывает. Ну, пока еще общее направление на неделю вверх. То есть мы растем, но дни показывают нам, что думаем все-таки развернуться вниз. Видите, находимся ниже линии месячного диапазона, границы, вернее, месячного диапазона. Очень даже возможно, что мы пойдем сюда, к разворотной линии дня или к разворотной линии недели. А потом будем все-таки двигаться вниз, чтобы протестировать еще раз границу годового канала. Но прежде чем мы придем сюда, конечно, есть сначала вот другие уровни недельные. Еще один такой уровень, граница, который зависит от него дальше. Будем двигаться вниз или нет. То есть прорывы, закрепления ниже будет означать, что мы придем сюда. А пока что на сегодня, я думаю, что очень возможно на новостях, вот, взмах сюда, до разворотной линии недели, ну, разворотной линии дня. Это что у нас получается? 31, 37, 40, либо же даже 31, 65, 70, возможно. Ну, вот, если, конечно, совершится прорыв, вот, выше 30, сколько тут получается, 31, 8, 10, вот так, прорыв, закрепление, возможно, что мы придем сюда, к этим уровням. Если нет, значит, будем двигаться дальше вниз, вот, к этому уровню 30, 34, 35, там, 30, в этом диапазоне. Это такие ожидания по евро-доллару, значит, фунт-доллар. Пока что мы идем вверх направление, в общее направление, но дни нам показывают, что мы хотим, да, повернуть вниз, то есть откатить вниз. Очень даже возможно, опять-таки, здесь мы находимся на границе, вот, месячного диапазона. Все зависит от того, прорыв, закрепление, значит, пойдем еще тестировать 57, 30, 40, вот, это разворотная линия дня. Если же выше не пройдем, значит, пойдем сюда вниз, 56, 45, соответственно, пробой закрепления приведет к тестированию еще раз, вот, границы годового диапазона и годового канала, и вот здесь находится еще 50, сколько тут, 54, 60, вот так вот, ну, это уже в перспективе. Вот такие ожидания у нас по фунт-доллару, доллар-франк. Доллар-франк показывает нам, что общее направление движения еще вниз на неделю, но дни показывают желание все-таки развернуться вверх, откатить там, я не знаю, насколько даже возможно, что мы сегодня вот сюда, с маленьким откатом сюда 91,80 разворотной линии недели, либо 91,90, и, возможно, продолжение еще сюда, вот, к этому уровню 92,70, 80, вот, приблизительно в этом диапазоне. Все зависит от того, вот, закрепимся мы выше, 92,15, 20, выше, если выше закрепимся, значит, пойдем сюда ниже, значит, мы вот сюда будем двигаться, соответственно, закрепление будет открывать дорогу еще туда, вот, вниз. Хотя, вот, видите, как мы пришли все-таки вчера к этой цели, практически мы пришли, как-то я говорила по доллар-франку, вот оно. Ну, чуть-чуть не дошли, что у нас получилось, 91,56, ну, а здесь у нас 91,45, я, по-моему, говорила, я уж не помню, ну, вот, приблизительно плюс-минус 10 пунктов, но мы все-таки подошли к ней. Вот, дальше у нас доллар-иена, ну, пока что мы находимся, опять-таки, вот, в диапазоне, вот, месячный диапазон, я его показывала, мы вот, опять приблизились к этой цели, показывать, что общее направление движения все-таки на неделях еще пока мы идем вверх, но дни, опять-таки, да, думают откатить. Пока что, вот, на днях мод мы пошли вниз, позавчера и вчера, и сегодня еще можем еще сюда прийти, тестировать 77,16, 10, вот, потому что здесь граница годового канала, и здесь же слились, вот, граница месячного диапазона, мы можем сюда еще прийти, ну, а потом зависит все, извините, от закрепления выше 77,43, 43, вот, 55, совершенно, соответственно, закрепление выше 55 приведет к 78, 78,05, 10, вот так, и дальше. Вот в этом диапазоне такие ожидания по доллар-иене. Спасибо, с вами была Анастасия Час, и всего хорошего, хорошего профита вам, и до следующего обзора, до следующей недели. Приятных вам выходных, и удачи, пока-пока.